всем привет мои хорошие с вами я светлана то сегодня вы находитесь на моей кухне сегодня мы знать я была на зумби как всегда ну занималась своими делами после позавтракали мы сашкой вам все и сейчас я пришло время ужина пол шестого и знаете какая у меня идея аж кем купил испанак и сейчас я приготовлю начинку для буреков и как все турчанки отдам эту начинку в пекарню и мне испекут буреки принесут домой эту начинку сами же они заберут и также принесут сами вот такой вот сервис у нас турции но наверное везде сейчас такой сервис это не я вас ничем не удивила но так вот вы с вами знаете сейчас вместе с вами нарежу и и продолжим вы наверно в курсе уже насколько испанак очень полезный и мы очень многие в турции его кушать я вчера была одной моей подружки мы с ней ходим на зумбу и она начать угостила мне этими такими же буреками вместе с крапивой как-то сделала вот я еще крапиву не не пробовала такой вкусный был бурек с такой начиночкой и вот я решила сегодня тоже приготовить сделаю суп эзогелин я вам тоже научу как это эзогелин это суп в турции которые готовят невесты вот и сейчас вот я быстренько порежу испанак мелко и потому что должны прийти за начинкой ну и в принципе то с вами поговорим там о том о сём ну резать можно чем мельче тем тем лучше я из испанака в моем рецепте плейлисте у меня есть такой вот и яичница с испанаком щаве я делаю супчик тоже и вот очень мы любим буреки пригласила за ловку но она почему-то не захотела прийти мне какие-то свои были дела и поэтому вот мы сашка нам будем кушать и это значит буреки с испанака так мои хорошие сегодня знаете что я открыла на своем сообществе рубрику вопросы и ответы и вы мне задавайте вопросы я буду все это отвечать на своих видео почему потому что очень много комментариев и сами понимаете что физически я их и не вижу там все и и некогда отвечать понимаете иногда такие длинные ответы что не напишешь столько я очень у меня глаза устают и мне в принципе нормально не сплю сами знаете что я вот куда зумба встаю 8 ложусь 4 в 5 сейчас никакая хожу понимаете еще же еще по бизнесу у меня столько звонков столько я весь день почти на телефоне и вот кто с пылесосом то с тряпкой сейчас я это шпинат измельчу погода у нас хорошая но вечерами прохладно да вечерами прохладно конечно но скоро скоро в феврале будет у нас тепло какие еще у меня новости да я вам все вот так с вами разговариваю разговариваю потому что вы мне разрешили некоторые написали даже так приятно светлана пишите пожалуйста все говорите записывайте видео мы ждем вчера я была вот у нас встречи и деловая была эта встреча и дружеская и прибежала быстро хамсу почистила пожарила покажу ее знаете я так ее классно пожарила вообще как вот посмотрите какая хамса первый раз мы взяли 10 лир килограмм стоит до этого было дороже так вот я знаете как сделала вот когда я жарю ее с одной стороны накрывая большую на сковородку тарелочку сливаю жир в масло это все и потом так раз переворачиваю и красиво укладываю заново и выливая оставшееся масло я так быстро пожарил эту рыбу меня спрашивают одна девушка спросила го светик светлана что вы покажите что вы готовите говорит так я вот написала посмотрите мой плейлист я много чего готовлю но к сожалению этот плейлист не все смотрят и еще что хотела вас просить да многие спрашивают а то что это за а то в переводе это означает в переводе это означает папа что это за прозвище у меня такое так я вот отвечаю а та это фамилия моего мужа так что это никакой не псевдоним а вот фамилия моего мужа и насчет ашкэма почему вот говорите что вы я ашкэм 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 вы знаете что тут друг другу обращаются ашкэм это ашкэм это любовь на русский из турецкого именно обращаются тут я смотрю многие даже мы были один раз в магазине и я смотрю одна турчанка кричит так громко хаятым я обалдена хаятым это жизнь представляете на весь магазин парфюмерии там в отценте мы были что ли она кричит хаятым а я так посмотрела на моего мужа хаятым буйстером я это хочу ему так понравилось в общем они по именам не называют меня мой муж наверно раз десять назвал за все наше время по имени то я удивилась и то это было в большом форуме но естественно где ашкэм тут все ашкэмы вокруг называют друг друга и вот у меня света светлана он даже выговорит светлена говорит в общем не научился нормально говорить потому что ашкэм также значит он обращается ашкэм к своей племяннице к своей маме я ее называю ашкэм насоса то есть я показываю выражаю свою любовь к ним но кроме этого меня мой муж называет и принцессой меня тоже спрашивали а как он вас называет по имени называет на нет он не называет принцесса бебе им знаете как это обращение к ребенку вот такой ласково белеем потом называет меня хаятым жизнь моя фустыком это как орешек да вот такой вот орешек в общем у нас по-разному меня называет данного счет моего акцента очень многие спрашивают ну почему мне такой акцент вы знаете что я даже раньше не замечала за собой этого акцента а когда я стала снимать видео я смотрю что у меня действительно есть акцент но это связано с тем что я родилась и выросла в грузии я считаю себя пол грузии грузинской украинкой потому что я вот когда работала в клинике я была там одна русскоязычная хотя я писала и и может я не грамотно так разговариваю на грузинском сейчас уже конечно забывается это все но меня понимали но писала я очень красиво на грузинском у меня были журналы так я была старшей медсестрой у меня были журналы в урологии работала последнее время были вообще в идеальном состоянии и на всех вот собраниях брали мои про когда проверяли за каждое отделение журналы вот всегда говорили вот посмотрите у светланы она не грузинка но какие у нее в порядке и красивые этот у меня почерк был красиво по грузинском и все так что вот наверное оттуда у меня такой акцент грузинский но когда я вот иногда мне говорят что я не умею там говорить разговаривать вы знаете что все перемешалось я раньше очень хорошо владела английским но когда начала учить турецкий вы знаете что я как потому что это было лет 35 не молодом возрасте я английским очень хорошо владела даже в детстве шестом классе мы ездили с мамой москву жили там мое детство прошло в москве очень мы на лагеря ездила пионерские при министерстве иностранных дел в общем два раза в год летом и зимой на самые такие вот престижные лагеря так как у нас наша знакомая была она заведующая поликлиники министерстве иностранных дел сами понимаете какая это должность престижная и вот она все самое хорошее очень полюбила нас и мы как родственники были они к нам летом приезжали на три месяца а мы вот так ездили зимой к ним потому что там зимой потом и делать нечего и вот в общем и они жили рядом с американским посольством и у них была собачка я постоянно там с ней гуляла и вот с американцами даже разговаривала представляете так настолько я владела в шестом классе английским но я вообще сама по себе очень хорошо училась я всегда я боялась получить очень плохую оценку наверное мне мама так внушала что ты ничего не добьешься и вот вот как-то с детства вот такой комплекс наверное развела но я ей очень благодарна потому что я хорошо закончила и школу и после восьмого класса поступила медицинское училище понимаете и вот в общем не буду говорить что это самый больной вопрос что я не стала врачом но мне всегда говорили в клинике что ты врач без диплома такой понимаете не буду себя хвалить еще раз да и что я хочу сказать что в москве даже я вот в школу в школе училась шестом классе мама моя болела лежала долго больницы и мне пришлось а там нам пришлось некоторое время пожить и в общем я вот так вот мое детство прошло очень часто в москве последний раз я была в девяностом году представляете даже вот последнее время у меня все снилось она постоянно так хотелось но сейчас уже это прошло конечно в ходу после и вот я продолжу насчет английского и вот грузинского и грузинский у меня ну такой средний да потому что там многие буквы в общем две штуки я их путаю да но у меня понимали а турецкие учила мне кстати задавали как быстро выучили турецкие учила значит в после того как у нас клиника я раньше работала в российском госпитале в общем я буду добавляю сюда пережаренный лук потому что ждут скоро придет человек и я с вами буду разговаривать и он заберет это пережаренную большую луковицу соль надо сейчас посолить и я туда значить тимьян красный перец молотый и черный перец вот это вот все такая у меня заправка в общем и сейчас я на глаз тоже посолю на глаз на глаз много соли не не желательно все это помешать надо как же это помешать то посуду побольше надо было и в общем я когда российская армия уехала из грузии вывели войска я раньше работала в российском госпитале и вот нас всех раскидала им нам сказали что сейчас чтобы устроиться в местные клиники конечно зарплаты там были намного меньше чем мы зарабатывали и необходимо знать компьютер и необходимо знать хотя я там компьютер уже знала мне нужно было документ корочку и необходимо нужно было изучение иностранный язык языка но так как батуми находилась рядом с турцией то как говорят вы начали очень много строить частные клиники турец к турке сказали светлана учи турецкий я вообще нигде не слышала его понимаете и вот тут у меня такая вот как я только оставил эту работу я за не принялась за учение компьютер и турецкий я занималась преподавателем около трех месяцев я платила но немалые деньги я занималась по два-три часа она не давала около 50 слов каждый день и почти занималась по моему три или четыре раза в неделю но столько было нагрузки я вообще слышала только своего преподавателя светлана я зовут тоже спасибо тебе большое если ты будешь смотреть это видео я она мне так у меня был такой момент уже в жизни сложный в тот момент семейный с первым моим мужем и вот я иногда приходила со слезами и она говорит светик давай возьми себя в руки и учи потому что это ты должна своих детей ставить на ноги и так я сделала в общем я выучила у нее это турецкий язык какие-то и вот конечно потом потом конечно он не пригодился в клинике потому что мне вызывали там как переводчица но это совсем не то потому что я не знала не общалась турками понимаете для меня они вообще когда кто-то говорил на каком-то диалекте я не понимала разных же у всех же разных своих диалектов даже грузинский взять у нас есть ими грелия это гурия айджар айджария и все как-то разговаривают на своем языке такой же самое происходит и в турецком и поэтому немножко было сложновато и я когда приехала сюда в турцию ну постоянно конспекты у меня вот то что научила я постоянно это повторяла в голове изучала даже медицинские потому что думала мне нужно было по медицине и тетради мои были все всегда рядом со мной и вот когда я приехала на работу сюда со своими тетрадями также и я значит начала начала изучать но большое спасибо моему мужу конечно практика он мне все объяснял по полочкам мы сначала жестами изи объяснялись а но я когда приехала он мне принес компьютер разу подключили мы этой вайфай и я открыла курсы онлайн курсы и каждый день я занималась под два-три часа то есть я закрывала дверь и сказала меня нету я в школе я разговаривала вслух я читала есть специальные такие бесплатные онлайн курсы делала задание у меня столько тетрадок и списала понимаете хотя я это уже все прошла но я повторяла все это и переходила более на сложный курс и и у меня уже иногда такие вот сейчас я например не так говорю хорошо забываю понимаете мой муж говорит ты что она говоришь потому что я очень много разговариваю на русском языке но с турками когда общаюсь мне говорят что я тоже говорю нормально говорю может не так грамотно меня понимают почему такие дела все сейчас не буду столько разговаривать начинка готова будет когда принесут я вам покажу обязательно вот буреки принесли горяченькие и за все это ну вот такой вот уже буреки суп из огелин такой красивый вышел очень красивый резисочка зелень обязательно лимончик на горький перец посмотрите смотрите видите всем приятного аппетита пока пока